Всем здрасте еще раз, привет, городничья. Во-первых, хорошо, что ты присоединилась к нам, хоть и спонтанно, ну, все было у нас спонтанно, как обычно, с точки зрения организации. А ты недавно или давно стримишь на ГГ? Я давно стримлюсь на ГГ. Год примерно. Ну, это недавно, на самом деле. Ну, ничего страшного. В любом случае, мне очень нравится ГГ, я очень рада, что перешла на него. Раньше я на Твиче так ходила. И сейчас, Китлин, это моя основная платформа. Я очень рада познакомиться была с людьми, которые там сидят, общаются. Очень лампы. Я прям обожаю ГГГ. А как так получилось, что ты решила... Кто тебе сказал про ГГГ? Кто пригласил сюда на Литтл Овелсов? Его часто видят на стримах. Спасибо ему. Он меня просветил в этом плане, и так я оказалась на ГГГ. Очень хорошо. Как начала путь, спрашивает Танюшка. Как начала свой путь? Это такая классическая история у художников, когда она не очень интересная, потому что я всю жизнь рисую. Вот. То есть мой путь начинается с детского садика, если не до. То есть мне дали карандаш, и всё, поле поездки. А профессионально именно я начала заниматься этим в универе. Когда я поняла, что учащийся программистом, я не хочу быть программистом. А, классно. Вот. Я пошла в ужасные деньги на новый компьютер, потому что он у меня сдохнет, потому что мне нужно рисовать, я хочу рисоваться. И началась моя карьера как художника. Вот. Куда я развиваюсь вперёд, да? Да. На самом деле, моё развитие должно закончиться известным художником. Я хочу быть известным художником. О, хорошо. А как ты к стримингу пришла? То есть кто-то подсказал, что можно заниматься таким вот видом деятельности? Наверное, я сама пыталась как-то поискать видеоряды с рисунками. Я раньше на Ютубе сидела, потому что, может быть, кто-то онлайн рисует, и позадавать вопросы. То есть прям интерактивно общаться с создателем. И после этого я поняла, что люди стрелялись. Я решила, что для меня, для того, чтобы обрести популярность, я для меня упроизводил. Что ты любишь больше всего рисовать? И как ты относишься к Савелию современному? О, Савелия душа. Я люблю рисовать фэнтези. Это тема моя самая любит. Я также люблю рисовать животных. Как вы это, наверное, уже все знаете, я рисую котиков и домашних животных. Как раз достанете. На самом деле, я могу что угодно рисовать при желании. При близко было желание, а желание только на фэнтези. А что с учебой в результате? Ты оставила идею быть разработчиком? Я не оставила эту идею, потому что я была в лесопилке на программистах. Я была лесным программистом. Да, я закончила учебу, но я не стала искать работу в этом плане. Потому что она вышла без знаний, можно сказать. Это абсолютно неинтересно. Слушай, а по профессиональному образованию, по художественному, или оно сейчас не особо нужно? Я просто не разбираюсь. Оно не особо нужно, если хочешь работать именно в какой-то компьютерной индустрии. Допустим, создавать игры, концепты к играм. Все это можно обрести без образования. Можно найти функции онлайн, какие-то, или оффлайновые. И они спокойно помогут развиться. То есть функции есть полезные, крутые. Можно и саморазвитием заняться. И очень много таких людей, которые саморазвивались и достигли успеха. А по поводу стримов и грушек. Ты вообще в игрушке играешь какие-нибудь? Да, я играю каждый четверг. Как в детстве, каждый выходной. Вообще в куча четверга. Почему? А, ты имеешь в виду, что стримишь и играешь по четвергам? Или просто играешь? Нет, я только играю по пятницам. По пятницам. А остальное время... Путаются показания. Я же в дарском игре в основном. Это не стример-продажник. Игра, я в различные игры. Сейчас прохожу в Subnav. О, хорошая игра. Такую часть. Очень живописная. Да, игра. Я, честно, для меня это еще хорор. Я еще боюсь. Хорор? Да, и там такие звуки крутые. В смысле? Нет, ну потом я серьезно. Я по роду хочу, чтобы я был сомбом. Я бы с ней просто проходил, но... Было паре моментов, что страшновато, конечно. Когда ты знаешь, что эти ма сейчас могут... И все заново начнется. Да, там прям... Мне этот красный галмар, когда я все разокусил. Я все летела и все... Велаться с вальцем. Все, я родился. Хорошо. Сейчас я попробую найти еще вопросы из чатика. Ты рисуешь арты к книгам, да? Да, я книгу рисую в книге, и я иллюстиваю. Ого. Сай-фай. Я рисовала и рисую роботу. У меня различные концепты. Там не иллюстивные концепты. Ага. Они стали использоваться в книге. И я иллюстрирую в фэнтезе книгу про попаданца, который попал в другой мир, у парень. Там я рисую персонации, я тоже. У меня, кстати, тактики и стилистика. Оу, а не в ополу Дарксоуз. Интересно, я бы вас вспоминала. Кстати, по Дарксоуз ли играла в Дарксоуз? Нет, но я очень много чего знаю и знаю музыку. Все же гарно. Да, просто прям... И миров не хватит такой играть, и берегу себя. Ну да, может быть, хорошо. Но Дарксоуз, как-то с точки зрения у меня художника, великолепная игра. Очень красиво проработана. Поэтому в ней просто висуально проиграть уже приятно. Хотя там вроде так не выглядит. Нужно бороться и страдаться. Да, там придется поботеть. А по «Видимаку», какие вообще еще игры, которые тебя вдохновляли визуально? Да, и визуал, и геймплей. Очень люблю поевку самую. Очень так плавно, красиво. Что еще? Мескро, Амберс, Дарксоуз. Дивинити 2. Дивинити 2. Ну, все со вкусом, я понял. Все хорошо. Смайлики на ГГ ты рисуешь? У тебя же наверняка все смайлики на ГГ нарисованы тобой же, нет? Мои смайлики точно. Я рисовала некоторые смайлики Альма-Холу. У него анимационные, хотя в анимации, естественно, не очень. Я рисовала фотосу, смайлики. Я делала оформление. Давай это самое. Пока современного нет, он художник. Ну, если его можно художником назвать, конечно. Да, он художничек. Ну, ладно. Ну, он хуже тебя рисует, да? Он что-то профессионально рисует. Нет, нет, он не художник. У него сейчас нет здесь. Ты можешь... С другой стилистикой работать. С точки зрения... Тебе нравится, что он делает? Да. Да? Да, он хорошо этим делает. Да? Ага. Я себя тоже щегла взяла. Щегла, щегла, отлично. Ладно, хорошо. Ты не обязана вести себя так, как это хорошо. Потому что никто из людей, которые слушают, не заслужит. Если он там где-то косячит, ты же можешь ему сказать, ну, Савелин. Ну, Савелин, ну, здесь вот мазок у тебя не ровный. Тут вот тень неправильная лежит. Я такое даже своим зрителям не позволяю. Что же, с ним говорить. Нет, нет. Тут ты... Понимаешь, у меня пора в деформации. Я к художнику отношусь, в принципе, очень лояльно. Но если меня спросят, ну, да, тет-а-тет, типа, говно или не говно, я могу с вами сказать идею по поводу конкретного рисунка. А в целом художника критиковать его стилистику очень сложно. Савелин делает отличные рисунки, у него хорошая стилистика, она очень узнаваемая, и для гейма отлично подходит. То есть я не могу ничего плохого смотреть. А кто не может... Может быть, какие-то смотрики в него. Поспалим, чтобы обговлить Савелина. Не-не-не, мне нужно просто материал для троллинга. Савелин, отличный материал. Хорошо. Какие у тебя планы на ближайшие трансляции? Может быть, какие-то люди делают заказы на рисунки? Может быть, у тебя планы по играм какие-то есть? Планы, как всегда, это выполнять заказы. То есть закончить свои книги, иллюстрировать. Потом у меня всегда планы есть делать фан-арты. Я делаю сейчас много фан-артов на различной тематике. У меня есть леди Димитреско. Ой, тебе очень милый. Кстати, очень распиарился. Я рекомендую посмотреть. На новинки какие-то хайповые вещи ты делаешь. Что еще нужно? Конечно же, играть, изучать игры тоже. По мере способностей. Ну и так, с планом грамотио. Если честно, да. Я хочу участвовать в таких мероприятиях, в этом тримфест. Я очень рада, что меня заметили. Очень рада. Я тоже как-то не ожидала, что меня фильм просто отписала. И все, уголочкой себя постарала, что я тоже отписалась. А, вот Савелья, а мы тебя не троллили. Ты им сейчас стримишь, насколько я понимаю. Олеся. Друзья, параллельно идет трансляция. Коротничек. Кому не слушай, скиньте, пожалуйста, ссылочку. А, это тот самый котик. О-о-о. Шикарно. Там три котика, чёрт. Не, ну у Савелия похож. Савелия в другой серийстве на работе. И вот в другой флофе. В общем, скиньте, пожалуйста, друзья, ссылочку в чатик на канал. И заходите городничек, смотрите трансляции. Знакомьтесь с новыми хорошими стримерами. Спасибо большое.